Ангелы из песка. В Екатеринбурге в преддверии рождественских праздников прихожане храма святого князя Владимира посетили мастер-класс по песочной анимации. Популярную в последнее время творческую технику осваивала и наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой. В повседневной жизни маленькая Валерия больше любит хоккей и футбол, но творческий процесс работы с песком увлекает даже не посед. Вместе с мамой девочка училась создавать деревья, птиц и ангелов из сыпучих крупинок. Я вижу, что у нее появился интерес, глазки загорелись, что конец работы все-таки пришел к завершению и ей все это понравилось. Ценность такой совместной работы детей и родителей очевидна. Это и возможность побыть вместе, и то, что при работе с песком уходит лишнее напряжение и стресс, а еще мастер-класс полезен для развития моторики ребенка. Мы знаем, что это влияет на развитие мозга, на речь, ну и, конечно, умение сконцентрироваться, координация для малышей тоже очень важна, а для деток постарше это умение слушать, терпение. И вот на светящихся столах появляются рождественские ели, на которых в центре изображен ангел. Невидимые, но не воздух, с крыльями, но не птица. Ангел. Ангел, молодцы. Вы как раз нарисовали вашего ангела на елке, который ждет с вами Рождество Христово. Юлия уже не первый год преподает технику песочной анимации. Самым маленьким ее ученикам три года. Приходят сюда и целыми учебными классами, а подростки учатся рисовать настоящие песочные мультфильмы. Почему-то некоторые боятся, что у них не получится, но на самом деле у них очень даже хорошо все выходит, и они этому рады. У некоторых бывает даже восторг от каких-то элементов, что вот так можно просто нарисовать или цветочек, или птичку. В первую очередь в жизни именно с такой техникой познакомился, очень понравилось. И вот даже с первого занятия можно без труда нарисовать снеговика, елку, ангела, ну и разные другие интересные вещи. Мне очень понравилось то, что все это так пленевые, еще светящиеся. Считается, что песочная анимация появилась в 1969 году. Именно тогда художница Кэролин Лив представила публике свой мультфильм, который назывался «Питер и волк». С первого раза у новичков вряд ли получится создать большое произведение. Но вот картину сделать можно. Создавая небольшой сюжет, и ребенок, и взрослый учатся выражать себя, и совершенствуют тот творческий потенциал, который заложен в каждом человеке. Даже несмотря на то, что песок — материал недолговечный, и картину можно убрать одним движением руки, красоты вокруг и внутри нас самих становится больше.